Итак, мне задают вопрос. Ну, мне задают вопрос любители пива разного. А почему Верхнеуральск? А почему Верхнеуральск? А почему Верхнеуральск? Я вам отвечу. И сегодня я буду один работать только для вас. Я хочу вам показать, как готовится то самое пиво. Вы, конечно, это все дело сложное, и вы вряд ли все это дело сможете посмотреть. Хотя другой вопрос я, наверное, задам когда-нибудь. Потому что везде и всюду нам показывают вино по основным телевизионным каналам. То есть это, в принципе, нормальное явление или нет? Ну, может, виноградный сок? Может быть, только из которого делается вино. Все же прекрасно понимают, о чем идет речь. Потом там показывают пивоваренный завод Балтика. Да-да-да. И показывают, что наконец-таки оттуда ушли остальные говнюки из-за разряда засранцев, которые решили на нас зарабатывать деньги. Вы про это раньше забыли, что ли? А вы про это раньше забыли, что раньше нас травили-травили-травили, а вы забыли про это дело. Ну, теперь, наконец-таки, вы начали понимать, что немножко ситуация чуть-чуть поменялась. Итак, зайдем, покажем. Так вот, с чего начинается качественное пиво. Еще раз говорю, это качественное пиво работает без всякого добавления красителей, вкусовых добавок, алкоголя. Давайте поделимся. Мы берем то, что должно быть. А это различные виды солода и хмеля. И перед тем, как мы его туда закидываем, этот солод необходимо вот в этой штучке помолоть. То есть, для того, чтобы в одну бочку-то закинуть то нужное количество, а это не один мешок. Человек этим делом занимается прямо здесь. И почему у нас различные сорта пива присутствуют? Ну, во-первых, еще до того, как мы туда добавляем хмель, мы туда добавляем различные виды исходников. То есть, можно и ячменное, и пшеничное добавить, и обыкновенное. И вот оно все должно здесь приготовиться. То есть, понятно, да? То есть, это не простой вариант. Это серьезная грамотная работа, которая делается прямо вот здесь. То есть, закидываем, получаем то, из чего мы будем говорить сусло. А оно будет из тех вещей, которые мы должны были сделать. Можем сюда добавить в том числе и пшеницу, и ячмень. И после этого, те мешки, которые вы возьмете, это опять же не один мешок, а несколько, вы должны будете, не на ваших плечах. Нет, 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 есть здесь пивовары, которые все это дело перенесут. А мы сейчас покажем, куда дальше все это дело пойдет. Да, конечно, потом все это дело заливается вот сюда. Но перед тем, как все это дело вы залили, возникает вопрос. Перед тем, как вы все это дело залили, вот я вам что показываю? Перед тем, как вы все это делали, здесь должно быть все в идеальной чистоте. В идеальной чистоте. И вы должны вот этими штучками целиком все обработать и залезть вовнутрь. Аль, вы забыли, что я вам говорил уже и говорил неоднократно? Количество воды, которая выдается на литр пива, это ровно 4 литра дополнительно. То есть сегодня сейчас сюда добавляется, чтобы вывезти. Потом все это дело человек залазит через вот эти крышки. Он все это дело вычищает по самой крыли, да-да-да, по самое то, что должно быть. Это должно быть. Без этого пива не получится. Потом идет засыпание дрожжей. Ой, дрожжей это будет чуть позже. Зачем? Солод, естественно. 7 часов при различной температуре. Это вы должны понимать. И самое забавное, что когда все это дело сюда заливается, как вы прекрасно понимаете, я бы сейчас тоже бы это сделал, но мне сказали тут, Дюш, ты не будешь заниматься пивными делами. Я хотел бы, конечно, это сделать, потому что само ощущение, когда я здесь нахожусь, это удовольствие. Вы не представляете, насколько здесь вкусно. Этот аромат безупречен, он красив. И вы должны понять, что когда вы зайдете в пивной, именно в пивоваренный завод, под названием, где он располагается, это Верхневральский пивной завод, прямо рядышком с горой извоз, берет ту самую воду, которую в свое время здесь сделал тот самый замечательный немец, который сделал тот самый крутой, и все это дело вернулось на круги своя, вы поймете, что это просто изумительное удовольствие ощущать то, что рано или поздно превратится в крутизну. Она будет, не торопитесь. Но только для того, чтобы это было крутизной, это должно вариться 7 часов. Сможете ли вы это сделать дома? Я в этих делах очень-очень сильно сомневаюсь. Гораздо проще добавить туда что-то из разряда говна, и добавить туда что-то из разряда водки, чтобы получилось типа пойла. А этим делами все-все-все занимаются. И не только вы, поверьте мне. Ну а что потом получится? Да, вы, конечно, все это дело перельете, когда нужно будет. Но перед этим вот эта штучка вам крайне будет сильно необходима. Для чего она нужна? Для того, чтобы убрать дробину. Неплохое такое удовольствие. Вот сюда надо будет. Вы же говорили, точнее вы видели, да? Я вам показывал то, что мы будем делать, да? Оно наберет вес, естественно. И вы не просто думаете, что все туда выкинут. Не-не-не-не-не, вы что такие резвые? Нет, дорогие мои, вы же хотели качественное пиво. Так вот это качественное пиво, потом вы дробину будете вот сюда выкидывать. А сейчас вам маленький нюанс расскажу, чтобы это было немножко интересно. Почему вам сейчас это нужно будет? По одной простой причине. Потому что никакого другого пива без уборки этого не получится. Вам еще надо научиться. А сусло, которое взяло в себя влагу, эту дробину сюда выкидывать. Да-да-да. Не сложная ситуация, но она очень серьезная. И вы не думайте, что все это достаточно легко и просто. Это вообще далеко не просто. Вам необходимо будет целиком все это дело переложить вот сюда. А будет много, и которое сусло оно взяло уже в влагу, естественно. Оно будет вес-то немножко чуть больше. Да-да-да-да-да. И потом вы поймете, что это другое, абсолютно другое удовольствие. А вы не верите, а зря. Пока все там приготовилось, да, необходимо что добавить? Дрожжи. Потому что пиво – это продукт естественного брожения. Естественного брожения. Вы понимаете, да? Это естественное брожение. И туда необходимо добавить качественные дрожжи. Не простые дрожжи там. А уникальные дрожжи, которые работают именно в пивном деле. Да-да-да-да-да-да-да. Это определенные дрожжи, которые мы чуть-чуть позже сделаем. Тот самый вариант, как эти дрожжи будут сюда сыпаться, красиво делаться и все остальное. Только перед этим вот отсюда, да, сейчас объясню. Ну и без разницы откуда. То есть идет сначала слив. А потом эти дрожжи, чтобы вам было вполне, мне это не дают сделать, к сожалению. Ну да, у вас будет определенная штучка под названием сито. И вы будете надевать, чтобы дрожжи не воспитывали ваше удовольствие, ну дыхание пятое-десятое необходимо, будет марлевую повязку надевать. Да-да-да. Это будет сложно, серьезно, интересно. Но дрожжи у вас получатся при температуре пониженные, потому что здесь, как бы вам сказать, вы думаете, что все красиво и ровно, все нормально, мы вообще такие, нет, нет, нет. То есть дополнительно здесь еще идет процедура охлаждения, потому что дрожжи должны храниться, а не просто, представляете, сколько их есть тонн, чтобы оно свелось. Нет, конечно, то есть они охлаждаются, естественно. Сначала заварились, потом охлаждаются и ждут того момента, когда вы их добавите в сусло. А после этого, после этого, после того, как вы еще в сусло добавили свой сусло, это все будет красиво делаться, и получится то, что вам необходимо. Но проблема весьма интересная и достаточно длительная. Да. И не думайте, что все это дело легко и просто. Это серьезная и грамотная работа. Где мы находимся? Мы находимся на Верхневральском пивном заводе. Верхневральское пиво вам дает уникальность и сюжетность бытия, потому что это то, что вы кушаете, и кушайте должны его делать постоянно. Никто не говорит, сколько много вам необходимо пить. Много вам нет необходимости пить по сути событий. Ну, грубо говоря, ну, может быть, 0,5, ну, может, полтора лет. Больше-то смысла, никакого вам и не нужно. И после этого вы утречком спокойненько садитесь за руль, потому что у вас 0, 0, 0. Потому что это грамотный, хороший напиток, а не всякая бурдемага, которая вас кормит. Сейчас еще будет более интересная составляющая. Я имею в виду составляющая уже процедуры пивоварения. Да, да, да. То, что мы сделали, это было хорошо. Количество и время, и отсутствие того, что нам нужно. Я имею в виду здесь полное... То есть никогда не добавляют ничего неестественного. Это национальная продукция, национальная продукция. Мы этой делой всю жизнь занимались еще до того момента, как пришли чуваки, которые решили вас обмануть. Каким образом они все это делают? Нигде такого количества нет, поверьте мне. Нигде так не относятся, как в артиллерийском пивном заводе. Везде идет обман. Это очень плохо, естественно. Я противник, когда меня обманывают. Мне не хотелось бы, чтобы вас обманывали. Но сложности возникают и потом. То есть, когда все это дело сварилось, когда мы туда добавили дрожь, все это дело здесь, в этих баках, в этих всех баках, в этих всех баках, оно дальше работает. И дальше 28 дней. 28 дней. Вы думаете, что все сегодня сразу, все это дело получилось? Поверьте мне, все это не получится ни сегодня, ни сразу. Да никогда это не получится, потому что это удовольствие, которым вас здесь кормят, вас это делают. И вы должны понять, что лучший вариант, это все-таки то самое лучшее пиво, которое вам предлагают, те места, которые я продемонстрировал. Но если будет умный человек, то он позвонит, я ему объясню тот самый вариант. И он обратится. И это будет еще один уникальный фрагмент, где вы можете купить его. О, лучшее пиво, лучшее пиво, Верхнеуральское. К сожалению, сегодня не удалось показывать вам то, как пиво разливается. Потому что, ну, не всегда же сюда приезжаю, когда пиво вам разливается. Потому что это не получается. Достаточно интересная событийность-то моего восприятия пивного завода в Верхнеуральске. Ну, ничего страшного. Пиво в другом месте я возьму. Не буду ничего тут говорить, потому что здесь, во-первых, пиво запрещено вам разливать. Оно разливается только в бочках. А потом вы из этих бочек берете пиво вкуснейшее в других местах. Другие места мы вам, естественно, покажем. Покажем неоднократно те места, в которых вы можете есть и вкушать. Это дивное удовольствие. Еще раз говорю, в отличие от дебилов, я объясняю, что количество алкоголя, которое вы можете употреблять, для всех. Ну, женщина может быть меньше, естественно. Мужчина, ну, примерно 50 грамм спирта. Грамм спирта. Ну, вот разделите все это дело и получится. В принципе, ну, грубо говоря, полтора литра хорошего качественного алкоголя, я имею в виду пиво, вы можете брать Верхнеуральского, потому что выбирайте себе большое количество из тех вариантов, которые есть. А их в природе уже 7. Возникает то. Вау, круто, да? Вообще от винта. А то. А то. Хотите это, хотите это, хотите это. В любом случае, даже если вы думаете, что что-то вас не приколбасило прямо сегодня и сейчас, это потому что немножко другой сорт пива. Он чуть-чуть позже будет. То есть, еще раз вам говорю, как необходимо употреблять алкоголь. Да пейте его как в нормальных странах мира. То есть, сначала покушайте, потом полтора часа отдохните, чтобы кишечник освободился, а потом много вам, и не надо. 150 грамм качественного коньячка. Да-да-да-да-да-да. Замечательное количество водочки. Ну, и коньяк, водка вам еще найти надо. И коньяк я знаю где, Дагестан. И вам еще тоже поискать надо. Потому что мне когда говорят, что у нас очень большое количество армянского коньяка, я говорю, ребята, вы просто посчитайте весь армянский коньяк, перемноженный на количество людей, и поделите на территорию Армении. Так ли это на самом деле? Нет, конечно, вас четко обманывают. Это то же самое, что про французский коньяк. Он чуть-чуть больше, естественно, но в принципе, в принципе, возникает вопрос. Еще раз говорю, качественный коньяк, ну, по крайней мере, в России вы сможете купить только в Дитяфре. Ага! Да-да-да-да-да-да-да. К сожалению, у нас оттуда уже убрали водку, но водка есть. В отдельных местах та самая столичная, русская, да-да-да-да-да, а пятерочка, естественно. Вот. А вот пиво, а вот пиво вы нигде не найдете в городе Магитогорске. Ну, нигде. За исключением тех пока трех точек. Еще раз вам говорю, если у вас с мозгами все в порядке, если это будет нормально, ровно и красиво и качественно, я не знаю, что получится у меня, но когда у меня был мой ресторан под названием Советский Союз, он был на польском городке, ну, вот эта штучка под названием Советский Союз, работаем от заката капитализма к рассвету коммунизма, да-да-да-да-да, так я там продавал только верхнеуральское пиво, я знал, что оно таким будет, хорошим, качественным. К слову о том, что скоро здесь уже снировочек-то пойдет, да, но тем не менее вы это пиво можете брать в тех трех точках, одна из них на Комсомольской 25, другая рядышком с Вавилоном, Карла Маркса 204, и третья рядышком с торговым центром Тройка, почему у нас народ идиоты, я не понимаю, видать, за последние 32 года все это дело развернулось, и все хотят обманывать, я не обманываю, я хочу, чтобы вы пили качественное пиво, вы хотите пить качественное пиво, пейте ее только там, ценники абсолютно все нормальные, ровные, никаких там тараканов нету, люди зарабатывают, они продают пиво, естественно, и вы это пиво берете, в принципе, если есть большой вариант, то по тому телефону, который я вам уже озвучил, сейчас я вам еще продемонстрирую, вы можете позвонить, ну я не знаю, о чем идет речь, господа мои, где ваши мозги, ну хватит уже народ дурить, боже мой, ну вы не все с мозгами там, именно поэтому, скорее всего, ребятиная песня скоро закончится. Субтитры создавал DimaTorzok